Сначала обсудим, что такое цели и зачем они нужны, каких бы они бывают видов, и затем перейдем к настройке непосредственно в счетчике Яндекс.Метрики. Что же такое цели? Цели – это определенные действия посетителей, в которых заинтересован владелец сайта. Например, посещение определенных страниц, скачивание прайс-листа, отправка заявки или оплата заказа. В каждом счетчике Яндекс.Метрики можно создать разные цели для отслеживания того, что делают посетители на сайте, и таким образом отслеживать эффективность интернет-рекламы. Перейдем к автоцелям. Автоцели автоматически создаются Яндекс.Метрикой при достижении определенных событий на сайте. Давайте разберемся, каких. Например, автоцель «Клик на телефон». Метрика поможет костно измерить количество звонков сайта, и она определяет номер по наличию специального тега «тел» в ссылке. С помощью другой автоцели «Клик по кнопке» метрика измеряет нажатие на все кликабельные элементы на сайте. Они определяют все с помощью специальных тегов «a.div.input.button». Автоцель «Отправка формы» позволит измерить количество отправленных форм сайта. Сама форма определяется по специальному тегу «форм» и наличию других специальных параметров. Также есть другие автоцели, например, скачивание файлов. Она подойдет для отслеживания и скачивания прайс-листа. Для интернет-магазинов есть свои специфичные цели, такие как корзина и покупка. Корзина поможет отследить количество открытий корзины, а покупка – количество совершенных заказов сайта. А сейчас перейдем в интерфейс Яндекс.Метрики и настроим вручную ряд целей. Для создания новой цели перейдите в раздел «Цели». Затем нажмите кнопку «Добавить цель». Давайте создадим цель типа «Посещение страниц». Зачастую после оформления заказа клиент попадает на страницу типа «Thank you page». Количество посещения этой страницы может говорить о количестве совершенных заявок. Давайте добавим название цели. Добавим условие «URL содержит thank you page». Нажмем «Добавить цель». Наша цель готова. Настройка цели «Клик по номеру телефона». Клиенты могут также совершать покупки и по телефону. Если у вас на сайте указаны контактные номера, нужно отслеживать взаимодействие с ними. Чтобы отслеживать потенциальные звонки, настройте цель «Клик по номеру телефона». Для этого нажмите «Добавить цель». Выберите тип цели «Клик по номеру телефона». Введите название цели. Метрика автоматически находит все кликабельные номера телефона на вашем сайте. Можно отслеживать клики по всем номерам телефона или только по конкретным номерам. Для отслеживания конкретного номера выберите чекбокс «Конкретный номер». Далее введите номер телефона, указанный на сайте. Также вы можете скрывать часть номера, а по наведению показывать полностью. С помощью этой опции вы узнаете, сколько посетителей десктопной версии сайта хотели узнать ваш номер телефона. Дизайн номера при этом не изменится. Для подключения этой опции активируйте чекбокс. Затем нажмите кнопку «Добавить цель». Наша цель готова. Настройка цели «Клик по e-mail». Если на вашем сайте размещены e-mail адреса для заказов, нужно отслеживать взаимодействие с ними. Чтобы отслеживать взаимодействие с e-mail адресами, настройте цель «Клик по e-mail». Вы можете настроить общую цель для отслеживания всех адресов, либо отдельную цель для каждого адреса. Для создания цели нажмите кнопку «Добавить цель». Выберите тип цели «Клик по e-mail». Затем придумайте название и введите адрес, который хотите отслеживать. Затем нажмите кнопку «Добавить цель». Наша цель готова. Настройка цели «Отправка формы». С помощью форм на сайте клиенты могут оставлять заявки на покупку или обратный звонок. Если на вашем сайте есть подобные формы, их нужно отслеживать. Для отслеживания настройте цель с типом «Отправка формы». Если все формы на сайте одинаково значимы, можно выбрать пункт «Все формы». Если же на сайте некоторые формы хочется отслеживать отдельно, лучше создать под них свои цели. Для создания цели типа «Отправка формы» нажмите кнопку «Добавить цель». Выберите тип цели «Отправка формы». Далее давайте придумаем название. Выбираем чекбокс «Конкретная форма». Оставляем ссылку на форму на сайте. Выбираем «Перейти» и «Выбрать форму». Выбрана форма, нажимаем «Добавить к цели». Далее нажимаем «Добавить цель». Наша форма готова. Подытожим. Конверсии – это та самая метрика, которая позволит оценить эффективность рекламы. И отслеживать конверсии стоит любому типу бизнеса. Цели вариативны. И стоит измерять специфично именно для вашей бизнес-ниши. Цели важно настроить именно до запуска рекламы, поскольку статистика ретроспективно не собирается и установить ее не получится. Но на этот случай в метрике есть автоцели, которые создаются автоматически при совершении определенных событий пользователями на сайте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.